О том, что в Ак-Тубе вечерами, мягко говоря, воняет, известно всем, в том числе и тем, кто сидит в Экимате и отвечает за экологическую ситуацию. Помимо стоков жильцов частного сектора, их отходы жизнедеятельности практически никуда не поступают, имеется в виду вычистные сооружения, свою лепту, вонь значительно вносят и промышленные заводы, и старый полигон, и спиртзавод. Если о собственных локальных очистных сооружениях должны позаботиться сами руководители предприятия, то стоки потребителей будут поступать на станции по приему сточных вод от жителей частного сектора. Их планируют построить в трех районах Ак-Тубе на бюджетные средства. Но при этом хорошо пахнуть в наших дворах будет примерно только через года два. Вы знаете, у нас есть частный сектор, у которого нет канализации централизованной. Фекальные машины забирают стоки и сбрасывают напрямую в колодцах. Создается подпор и залповый выброс сероводорода. Из бюджета выделяются средства на строительство специальных станций по приему фекальных стоков. Этих станций будет три. Одна будет расположена в поселке Кирпичном, одна в промышленной зоне в районе Рыскулово и одна в поселке Ясном на 41-м разъезде. Также на брифинге сегодня говорилось об уникальном месторождении подземных вод песчаного массива Кукжиде. Это крупнейший по запасам источник подземных пресных вод, который может обеспечить водой Мангастаусскую и Атраусскую области. А сейчас оно попросту продолжает загрязняться в результате нефтедобычи. При этом, кстати, воду месторождения Кукжиде потребляют жители поселка Кингияг. После мониторинга стало понятно, что в составе воды имеются остатки нефти, тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества. По Кукжиде сейчас мы ставим вопрос о необходимости прекращения добычи нефти. Письмо уже направили в Министерство для принятия соответствующих мер. На сегодня здесь добывают нефть АО «Симписи» Актубе Мунайгас, ТО «Казахойл Актубе» и ТО «Адаойл». Говорили сегодня о животном и лесном фонде нашей области. В текущем году власти направили немало средств на уничтожение волков для предупреждения заболеваний бешенством. На данный момент истреблено 200 волков. Ну и территорию вокруг Актубе планируется в самое ближайшее время значительно озеленеть. На сегодняшний день в зеленом поясе Актубе высажено несколько тысяч деревьев. Площадь лесопокрытия составляет более 50 тысяч гектаров.